Здравствуйте, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы присоединились ко мне сегодня. Я хочу пригласить вас в путешествие. В путешествие в экзотическую страну, о которой мы, к сожалению, очень мало знаем, и мало кто там бывал, но я так точно не бывала, и боюсь, никогда в жизни больше туда не попаду. Хотя очень хочется. Сейчас я приглашу девушку. Это моя вообще любимая рубрика, когда мы встречаемся с дамами, которые вышли замуж за иностранца. Теперь могут рассказывать об этих иностранцах. Вот как раз сейчас нам присоединиться из... Так, вот я ее пригласила. Что такое? Сейчас, две секундочку, извините. Вот это сейчас самый сложный момент. Посмотреть запрос. Отправила запрос. Отправила. Принять. Так, принять. Значит, она сейчас к нам присоединится. Так вот, мы поговорим о Южной Корее. Боже, как это интересно! Эта страна сейчас такая модная! Здравствуйте! Здравствуйте! Вы меня видите? Я вас прекрасно вижу, прекрасно слышу. Отлично, Евдокия! Большое спасибо, что вы к нам присоединились. Вы живете в Южной Корее. Сейчас вы в Южной Корее, да? Да. Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали? В каком возрасте? В какой город? Ну, это, на самом деле, долгая история. Постараюсь вкратце. Я была молода. Очень молода мне была. Вы сейчас очень молода. Мне было совершенно... Ну, вообще я была молода, да? Мне было 13 лет. Вот, я как-то попала на христианский фестиваль. Там увидела корейца. В него по уши влюбилась. Вот, где-то... А где его? Где вы его увидели-то на фестивале? На... Это было в России. Это было в России. То есть он прилетал в Россию. Вот, ну, и как-то так он запал мне в душу, что прям конкретно влюбилась. А так сложилась судьба, что через пять лет мы с ним поженились. Вот. Подождите, подождите. Вот так будет. 13 лет влюбилась. Через пять лет. Вы где его нашли-то через пять лет? Он приехал в Россию снова. К вам? Снова. Нет, он приехал не ко мне. Он приехал по случайной, вообще, совпадении, как говорится, совпадении. Он приехал уже по работе в Россию. Также и я его тут поймала. Ну, так как любила, да. И говорю, пошли. Не отпущу, всё. В ЗАГТ? В ЗАГТ. Да. Мы очень быстро это делали. В нашей российской церкви. Да, мы в России, получается, сначала мы в России расписались. Ой, как рыбачить. Потом только в Корее. Да, ну, потому что у нас такие законы. Ну, то есть сначала оформляем брак в России, потом только в Корее. А сколько ему было лет? Вам-то было восемнадцать спустя пять лет. У меня было восемнадцать, ему было тридцать восемь. Ой. У нас было двадцать лет разницы, да. Но он совсем на этот возраст не подходил. Вот, то есть, как бы, поначалу, когда я в него влюбилась, я даже не знала, что он такого возраста. Ну, мне казалось, ему там лет двадцать, двадцать два. Ну, где-то так. Ну, он-то догадывался, что вам, он-то догадывался, что вы только что перешли порог совершеннолетия. Он это знал, да, он это знал. Он это знал, его многие друзья даже говорили, не то что говорили, подговаривали его. Ни за что не говори ей, сколько тебе лет. Типа, когда выйдет, тогда и узнает. Да. Но я уже знала, я уже знала. Как ваши родители? Вы вообще из какого города? Владивосток. Так, как ваши родители отнеслись к этому принцу на белом коне? Ну, на тот момент у меня уже папа умер, папа в шестнадцать лет умер, вот, а мама, она вообще меня не воспитывала, вот, и как бы в тот момент у нас с ней были такие тяжкие отношения, вот. Ну, и она как бы так скептически отнеслась к этому, она даже, можно так сказать, не поверила, что я выйду за него замуж, вот, ну, и как бы сказала там, типа, ты у себя на уме, вот. Вот, а всё дело было в том, что она была слишком религиозна, да, а так как я христианка и мой избранник тоже был христианин, она была против, вот, ну, то есть она была против брака, потому что это мешало каким-то её, получается, ну, её вероисповеданиям. Подождите, а он, вы говорите, тоже христианин? Он тоже христианин, да, да. В Корее вообще 50% буддизм, 50% христианство. А, понятно, понятно. Хорошо, у вас есть дети? Да. Сколько? Много. Здорово! Трое детей. Ой, как я вам завидую. Какие по возрасту? Старшей дочке 11 лет, мальчику 7 лет будет, вот вы, в январе, и младшая дочка 4 котика. Какая прелесть! Красивые, наверное? Ну, для меня они, наверное, самые красивые, да. Да, они для всех красивые. Я вообще считаю, что смешанные дети, они очень красивые. Я согласна. Слушайте, ну, вы можете там сказать, да, да, нет, нет, но из ваших соцсетей, я знаю, что вы сейчас в процессе развода. Да, да. Ну, и что произошло? Такая красивая сказка, трое детей, что доказывает, что он действительно был принцем. Да, очень, очень красивая была сказка. На самом деле, я всегда себе строила, можно так сказать, песчаные замки. Ну, то есть, поначалу, когда я за него только вышла замуж, мы же практически до брака вообще не жили вместе. То есть, я его даже не смогла узнать, как он вообще, как человек. То есть, любовь любовью, да, а помидоры уже попозже. Вот, и когда пошли помидоры, то я поняла, что я попала. Но так как... Подождите, давайте по порядку. Вы приехали в какой город? В Сюм? Нет, мы обвенчались в России, потом мы начали жить с ним в России. А, он остался в России. Да, да. Потому что он учился в России, я тоже училась, и мы как бы не могли бросить учёбу, и мы жили в России некоторое время. Как вам, подружки нормально восприняли такого мужа? Подружки, честно сказать, в тот момент я как раз-таки вот закончила школу, поступила в университет, потом у меня был переход на второй курс, и у меня в это время, можно так сказать, друзей практически вот не было рядом со мной. Вот, потому что кто-то уехал вообще в другие города учиться, то есть, в основном были только сёстры. Вот, я сама из многодетной семьи, у меня восемь, получается, семь сестёр, два брата. Вот, ну и получается, моя семья, они были всегда, как бы, моей поддержкой, опорой. Так, а потом, когда вы переехали в Корею? Переехали мы, когда у меня было три месяца беременности, вот, короче, получилось так, что муж учился на педагогическом факультете, то есть, он только поступил, проучился три месяца, и тут этот педагогический уссурийский университет проверяет его документы, обнаруживает, что в табеле у него стоят одни двойки. Ну, в Корее такое бывает, ты закончил школу, у тебя в табеле одни двойки, вот, потому что он очень плохо учился в школе. Вот, и ему сказали, ну, простите, мы, конечно, поздновато проверили ваши документы, но вы не имеете права учиться в нашей, в нашем университете, поэтому аривидерчи. Вот, его отчисляют, и всё, получается, у него нету студенческой визы. И то есть нам надо в попыхах собираться в Корею. Пожалуйста, мы же могли ему сделать визу как мужу? Супруга. Просто не было работы, не было работы. Понятно. Так, и куда вы едете? Мы едем к маме, к его маме на голову, вот, это Сеул, 2009 год. Родители жили тогда, ну, они сейчас там тоже живут, двухкомнатная квартирка, маленькая, очень маленькая квартирка. Ну, и вот мы едем к маме на голову, я, конечно, от этого всего не в восторге, потому что, как бы, ну, у нас в России как принято, там, не знаю, как в других, да, но мы, хотя жили в каком-то тесноте, но у нас всегда были, там, большие комнаты, там, семеро по лавкам, а тут, получается, приехал, ни туда, ни сюда, маму, короче, уложили на кухню, и сами спали в зале. Ну, то есть, как-то вот так, кровати нет, стол со стульями нет, это корейская культура, спят люди на полу, на матрасах. Конечно же, не все, да, но вообще, как бы, традиционно принято, вот, на полу, на матрасах, поэтому также вот такие вот тонкие матрасы, не очень такие мягкие. Жёсткие. Вот, жёсткие, да, мне поначалу было очень сложно, потому что я ещё и беременная, я ещё и капризная, вот, и это было, конечно... Ну, шедевр. Ну, а мама-то вас как приняла? Или она хотела свою? Ну, мама... Она меня приняла, да, да, она всегда хотела свою, да, невестку, чтобы она, там, и разговаривала, и готовила, и так далее. А я тут приехала, языка не знаю, культуры не знаю, и всё, что бы я ни делала, в их глазах было, как, так сказать, как вот, как неуважение. Ну, раздражалась всё. Да, в Корее такая строгая культура, что если неправильно, там, возьмёшь руками или подашь руками, неправильно встанешь, неправильно сядешь, ляжешь, там, или что-то ещё, это будет как оскорбление. Ну, приведите пример. Вот что вы могли сделать ненамеренно оскорбительное? Допустим, если мама или отец что-то подаёт, я должна это принять двумя руками. Ни за что, ни одной рукой. Если у меня одна рука сзади, я могу поддерживать одну руку, принимать, ну, то есть, поддерживая руку. Поняла, поняла, вот так. Да. А вот насколько это оскорбительно? Насколько это оскорбительно? Взрослый человек может по руке ударить. А-а-а. Ну, то есть, даже были такие случаи. Но не от мамы, а от других членов, не семьи, просто наших знакомых. Да, например, если я сижу на полу, ну, с вытянутыми ногами перед отцом, перед матерью тоже сидеть нельзя. То есть, это тоже считается как оскорбление. А ты должен стоять всё время? Нет, я должен сидеть в позе лотоса. То есть, ну, как бы сиди как угодно, но не вытягивая ног. Например, сидеть без носков тоже считается как оскорбление перед родителями сидеть. То есть, какие-то такие нюансы, которые просто сводили меня с ума, потому что я же беременная, мне хочется как сесть, так и сесть. Я так понимаю, вы вынуждены ходить только в шароварах или в брюках, потому что... А как ты будешь сидеть на полу в юбке, правильно, или в платье? Да, да, да. Я про юбки вообще забыла на несколько-несколько лет. У меня ещё то, что муж немножко, даже не немножко, а множко, он старой закалки, ну, так как ему сейчас вот 50 лет ровно, а у него есть такое стереотипное мнение, да, там, там, юбки не носи, вдруг там чё-то кто-то увидит, там, ветерок падает. Да, декольте нельзя, там, плечи открыты нельзя, то есть очень вот это всё странно. А вы не нагулялись, у вас дискотек не было, у вас... Да, да, у меня этого ничего не было, да, естественно. Понятно. Слушайте, и последний вот на эту интимную тему вопрос. Слушайте, если вы живёте в такой тесноте, все друг у друга на голове, как вы умудрились родить ещё двоих детей? Мы недолго, недолго жили. Получается, у меня уже был шестой месяц беременности, и тут у нас произошла первая ссора с его матерью. Ну, то есть как бы не я с ней ссорилась, а она со мной. Вот. Такой интересный инцидент. Короче, муж тогда устроился на работу, на какую-то подработку, и он работал до 12 ночи. То есть уходил где-то в 6 вечера, приходил в 12 ночи. Вот. Приходит, значит, он с работы, а мать мне говорит, разогрей ему вот ту пищу, которую я купила в обед. Разогреть, собственно, на плите. А я, ну вот, ну ни слова не понимаю. Ну, по-корейски же, говорит, я только понимаю, что она там что-то говорит, а так вот руками показывает. Я поняла, что, да, она говорит, разогрей пищу. Пошла я разогревать, но у меня ума хватило поставить в микроволновку и разогреть в микроволновке. Я же не знала, что эта пища греется именно на плите. Тут, короче, пища не разогрелась. Тарелка горячая. В микроволновке, да. Тарелка горячая, пища холодная. Она начала, ну, как бы, кричать на меня там. Как я потом поняла, она начала на меня кричать, что я там непутёвая невестка. Муж мне всегда всё переводил. Это непутёвая невеста. Вот откуда ты её вообще привёл сюда к нам, на голову мою свалил. Корейского не знает, кушать, готовить не умеет, лежит целыми днями, спит. Короче, просто полила меня, да, целым ушаком. Я-то понимаю, что это всё про меня, потому что он вступается. Я начинаю плакать, так как у меня гормоны. Сижу, плачу, потом она уже видит, что она меня доводит. Она ко мне подходит. То есть обычная свекровь, вот что вы хотите? Да, да, да. Свекрови такие, вы думаете? Да, но это было реально первый раз. Это было реально первый раз. Мне просто в тот момент хотелось отбежать, куда ноги глядят. То есть это был просто шок для нас. На следующий день она просто говорит, что вам нужно искать другую квартиру. И всё. Но она осталась очень такой консервативной и, можно так сказать, мамочкой для своего сыночка. И она сказала, что я вам помогу залог снять. И вот она на следующий же день пошла с нами по риэлторам искать для нас квартиру. То есть первый залог на нашу квартиру она сама вносила. Скажите, ваш муж работал. Кем он работал? Какая у него была достойная зарплата? Вы знаете, вообще он всю жизнь работал продюсером и аранжировщиком. То есть он записывал диски звёзд, всяких певцов начинающих и так далее. Ну, то есть это его была такая основная работа. Потом, так как работа была очень тяжёлая, а он у меня немножко ленивенький, он уходит с этой работы и остаётся, получается, на подработку в церкви. Вот, в церкви он служил в команде прославления. Ну, то есть это группа, которая играет вот эта вот бас-гитара, барабаны, соло там и всё такое, да. Вот, ну, как бы, понятное дело, да, то, что в церкви зарплата там как бы мизерная, там никакой речи нет. Да, да. И он как бы вот так вот жил-жил, работал в церкви. И, получается, первая его какая-то такая, можно так сказать, чёрная тяжёлая работа, это была вот как раз-таки та подработка, когда мы сели к маме на голову. Это была подработка в поминальном бюро, значит, в самом этом бюро, где уже человека кремируют. Ого, Господи, слушайте, давайте без подробностей. Я просто спросила, хватайте. Ну, вот такая вот грязная работка была. Где людей кремируют. Ой, боже, мы сейчас потеряем всех наших подписчиков. Да, то есть он не зарабатывал больших денег, это была очень маленькая зарплата на тот момент. Я сейчас скажу, это было миллион, миллион, это по-корейски, по-корейски, так, миллион двести, это тысяча двести долларов. А на русский, на русский сорок тысяч рублей. Сорок тысяч рублей. Скажите, что можно снять на сорок тысяч рублей? Однокомнатную, двухкомнатную, вообще объясните. На тот момент, на тот момент не знаю, вот на тот момент не знаю. На этот момент сейчас можно снять просто одну комнату на месяц, ну, на такую сумму. Дорого. Да, это очень дорого. Это не миф, то, что Корея дорогая страна, Южная Корея дорогая страна. Корея, она практически сравнялась с Сингапуром. То есть, как бы, получается, Сингапур, Япония, Корея, они вот граничат в своих ценах на жилплощадь, на продукты и прочее, прочее. Понятно. Да, и Корея постоянно вот в этом плане крутится. Скажите, а ЖКХ вот из этих сорока тысяч, сколько вы отдадите там на ЖКХ? Так, ну, если это съёмка, например, какого-нибудь R&B, да, то там уже входит в стоимость. А если это сам снимаешь какую-нибудь там квартиру, то на ЖКХ может уйти 20-30 тысяч рублей. Ого, ого. Ну, то есть тут такие. Хорошо. Особенно зимой. Да. Скажите, а как у вас с медициной? Страховка частная, государственная, бесплатная? Или платит бизнес? Или сам себе? Ну, на самом деле есть и то, и другое, как бы вообще государственная страховка, она есть, но она такая, как бы не слишком большая, но лучше её иметь. Да, когда человек устраивается на работу, у него есть ещё и рабочая страховка, то есть его прописывают по его месту работы, и у него идёт ещё страховка, получается, рабочая. Вот, также есть и простая страховка, как она называется? Частная страховка, да? Ну, отлично. Да, да. Но такие страховки обычно делают даже не для того, чтобы покрывать медицинские расходы, а больше как накопление, ну, то есть как накопительный счёт. А вообще хорошая медицина? Что говорят в общем? Ну, честно сказать, мне очень нравится. Я здесь не раз лечилась, три раза рожала, и дочку мы здесь оперировали у меня, просто у дочки, получается, первая дочка, у неё четвёртая степень тугоухости, мы ей на оба уха делали импланты, вот, ну, то есть здесь в области черепа. Вот, и как бы насчёт этого, да, я бы сказала, что хорошая медицина, плюс ещё знаю не понаслышке, что его маме, ну, то есть маме мужа тоже делали здесь много операций, и операция на сердце, так как она у нас, как это, сахарный диабетик. Вот, потом операция на колени, операция на ноги, ну, короче, блин, корейцы хорошо болеют, вот поэтому медицина должна не отставать. Слушайте, вернусь всё-таки к личной теме. Что вы посоветуете россиянкам, которые разочаровались, возможно, в русских парнях, стоит ли им выходить замуж за корейского парня? Чем они отличаются? Честно сказать, я бы не хотела моих соотечественниц как-то подводить к тому, что корейский парень чем-то лучше. Честно, у меня не было какого-то большого опыта. У меня были, да, там, ну, мальчики, когда я была ещё до... В 17 и в 16 лет. Да, да, у меня были хорошие, достойные поклонники, то, что там не пили, не курили, не матерились. Ну, тем не менее, тем не менее, вот корейский, средний корейский, корейский принц, там пьют мужчины? Бухают по-чёрному. Что, серьёзно? Ну, то есть, да, у них каждая пятница прям вот, это как, как это, культура. Они пьют похлеще русских. Все говорят, что это мы русские. Да, вы что, выясняется. Так, красиво ухаживают, как в кино? Честно сказать, ухаживать корейцы не умеют. Вот, я видела, я видела таких, которые умеют, но в основном таки, нет, это не про корейцы, наверное, про итальянцы. Ну, а как они делают предложение? Ну, хорошо, а как они делают предложение? Предложение, честно, ну, вот, в принципе, простое предложение, как-то вот в ресторане, там, может встать на одну коленку, дать кольцо, там, или в пирожне принести кольцо. Как-то так банально все, да, а у нас это было еще банально, и мне муж делал предложение, просто стоя в комнате и даря кольцо, которое потом оказалось даже не белое золото, а серебро, и я об этом узнал через несколько. Ладно, тоже, не худший вариант, сейчас скажут мне вам многие подписчики. Да. Знаете что, оказалось не белое золото, а серебро, совесть есть? Я просто не понимала, почему это белое золото постоянно чернеет, и я верила, что это белое золото. Боже, даря на макону в любые не смотрят. Вот, вот, главное сердце. Так, что произошло, почему вы все-таки решили развестись, и главный вопрос, как происходит процесс развода, как будут делиться дети, потому что во многих европейских странах суд встает на сторону отца. Да, во мне, в некоторых на сторону матери, но в некоторых отца, и поэтому это очень опасная история, когда дети рождаются в другой стране, гражданство у них в другой стране, и потом их не могут вывезти в Россию. Как у вас? Ну, у нас получилось так, что разногласия были как бы вообще с самого начала брака, да, ну, я как женщина, как хранительница очага, хотела все всегда сгладить, всегда прислушалась к нему, поддерживала, говорила, давайте, все получится, все будет классно. Ну, то есть я, как и каждая любая другая девочка, верила, что, несмотря на то, что мы поженились, у нас там за душой ничего не было, мы можем все своими силами как-то это сделать, да. Вот, а получается так, что когда мы жили, нам становилось все хуже, хуже и хуже, то есть наше положение было все хуже, да, а дети рождались, рождались и рождались, потому что, во-первых, я очень люблю детей, мне просто по кайфу этот процесс беременности, вот. И я бы родилась сейчас ей четвертого, но спасибо не от мужа, вот. Поэтому в какой-то определенный момент я поняла, что с этим человеком я постареть не хочу, потому что он реально тянет меня вниз, и он уже стал выказывать свои претензии прям по всем параграфам. То есть если до этого это было как-то еще так тихо, спокойно, он просто мне, ну, как бы выбешивал, да, мы поплачемся, там, пожалеем друг друга и все, как бы умнем, то в последнее время это стало такое, что он стал уже на детей кидаться. Ну, то есть это не в плане рук, это в плане разговорной, то есть он детей именно разговором очень сильно унижал, и я, как бы, на все это смотря, я говорила, что происходит вообще, да, почему ты так сильно извиняешься, почему. Ну, то есть он говорит, я стресс испытываю. Ну, понятно, с ним все ясно. Какие ваши риски? Ну, получается, когда я захотела с ним развестись, он, конечно, был в шоке, вот. Вот, и стал, как бы, палки в колеса ставить, говорил, что там я чокнулась и так далее, и никакого мне развода. Вот, потом уже начала нападать там и его мама. Сначала они все, конечно, у меня просили прощения, принимая свою вину, потому что там вина действительно большая, да, она на протяжении 12 лет, это столько нашему браку. Вот, и потом он просто очень холодно стал ко мне относиться, сказал, что я тебе детей не отдам, я тебе разводу. Развода не дам, потому что я вот верующий, и будешь со мной жить до смерти, вот. И как бы, ну, мне эти слова, естественно, не понравились, потому что я не вещь, я не собака, и я очень вольный, на самом деле, человек, и так он меня держал в тисках, а тут еще и не даст развода. Понятно, Евдокия, а вы можете развестись без его согласия по закону? Я знаю, насколько знаю, если я подаю, получается, в суд, да, то есть через суд иду разводиться, если он не явится на какой-то там раз в суд по разводу, то нас могут развести без согласия, без его согласия. А дети, а дети у кого останутся? У вас же нету источника дохода, я так понимаю, вы не работаете? Нет, источник дохода как раз-таки у меня, то есть я уже 4 года во фрилансе, вот, и он, как всегда, работал в церкви, вот. Ну, и еще там где-то он подработал. Что такое во фрилансе? Ну, фриланс, работа фриланс, то есть я работаю, во-первых, в Инстаграм, да, то есть у меня онлайн-продажи, вот, плюс я также зарабатываю на своем блоге, вот, ну, посредством рекламы. А, то есть вы, в принципе, можете просто держать своих детей? Да, ну, в смысле, в принципе, то, чем я занималась последние 4 года, ну, то есть, в основном-таки я держала семью на своих руках. Вы содержали семью по-какски? И сейчас, получается, да, ему-то это тепло, как бы постелено, вот, и мне, получается, сейчас нужно только доказать, что я платежеспособная, вот, я, собственно, для этого сейчас, взяла квартиру, вот, куда мне перевезти детей, и мы начинаем судебное разбирательство, да, вот. А у вас гражданство, вы получили гражданство? Да, у меня, у детей, корейское гражданство, но у нас также есть и русское. Ага, то есть, если что, вы можете вернуться домой? Да, без проблем, но я туда не хочу возвращаться, мне тут хорошо. Правда? Скажите, а у вас есть корейские подружки, с кем сплетничаем по вечерам? Честно, у меня из корейских друзей практически вообще никого нет, у меня только наши местные здесь, наши местные русские, наши местные этнические корейцы, ну, то есть, вот, из Казахстана, из Узбекистана. А что, большая община русскоговорящих? Очень большая. Здесь русских просто вообще очень много. Ну, и у меня здесь... Но они уже... Да, именно эти люди. Они женаты на местных? Они женаты на местных? Некоторые на местных, некоторые на своих. Ну, то есть, как бы, живут, кто с русскими живёт, кто со своими этническими корейцами, то есть, этническая кореянка на этническом корейце, или там, этнический корейц на кореянке. Вот. А почему вы не познакомились, или, скорее, не подружились с кореянками? У меня был такой сложный момент, да, я вот вам рассказывала, то, что у меня муж очень сильно ущемлял мои права, и, ну, вот, как бы, он даже не разрешал мне с кем-то знакомиться. То есть, я, в принципе, никуда не ходила долгое время, и все наши друзья, это были его друзья, то есть, женщины 40 плюс 50, вот. Ну, и, как бы, я их не рассматриваю как подруга, они для меня больше как старшие сёстры, что-то вот такое, да. Ну, то есть, с ними не посплетничаешь, это точно. Понятно. Ну, кстати, вам тут вопрос задают, вы привелись, как у вас там с ковидом-то? Нет, я не прививалась, я оттягиваю это время, пока мне там, как говорится, под дулом пистолета не заставят прививаться. Вот, я ещё пока что боюсь всей этой фигни, потому что, ну, как-то, не знаю, не доверяю пока что. Вот. Вот, а с ковидом у нас, на самом деле, очень строго. Ну, строго, там, QR-коды, наверное, да, надо показывать прививку. Ну, QR-коды у нас у всех есть, в принципе, но они не зависят от прививки, они просто подключены к телефону, то есть, по QR-кодам. У нас потом, в случае чего, выслеживают, где человек ходил, вот, и контактировал ли он с заражёнными. Понятно. Ну, это уже ФСБ занимается этим. Понятно. Слушайте, вот тут пишут, не знаю, верите этому или нет, корейцы считают нас низшим сортом. Это что такое? Русских. Да, есть такое понятие, корейцы считают русских девушек, но не так сказать низшим сортом, легкодоступными. Вот, легкодоступными. Ну, вообще, в любой другой стране, как, например, в Турции, в Испании, в Италии, и в Корее, и в Китае, можно понять, что русские оставили о себе очень неприятный отпечаток, да, ну, то есть, ясно дело, почему. Вот, и также здесь, в Корее, существуют какие-то такие публичные дома, вот, где очень много работает наших русских девочек, плюс Украина, Беларусь, ну, все наши красотки, да. А что, у вас официальные публичные дома? Официальные? Они неофициальные. Я, насколько знаю, что там работали даже несовершеннолетние девушки. Какой кошмар. И полиция не знает об этом. Вы знаете, полиция не знает. Если узнают, если узнают, то либо там мафия заплатит, заплатит, здесь тоже есть все эти свои нюансы, вот, либо просто депортируют таких девушек, и начальника просто, ну, посадят. Понятно. Скажите, чем, в общем, отличаются корейцы от россиян? Ну, есть что-то такое, что больше всего удивляет туристов, например? Ну, наверное, только культурные отличия. Именно то, что у нас люди более интеллигентные. В Корее, например, нет такого, как леди ферст, да, то есть не положено девушке уступать место или там открывать перед девушкой дверь. Ну, нету здесь такого воспитания. Вот. За столом можно иногда сделать отрыжку. То есть это не говорится, что это культура, но вообще, как бы, если ты сделал отрыжку, значит, это ты либо хорошо поел, либо сказал, выразил свою благодарность за вкусную пищу. Вот. Недержание в себе газов. То есть какие-то такие отличия, что для нашего русского Ваньки было бы, что, эх, ты невоспитанный, да? А для корейца это, как бы, ну, ничего такого. А вот смотрите, вам тут пишут, корейцы не умеют дружить, а если дружат, то только если есть выгода с вас. Это мир? Честно сказать, не все. Честно сказать, не все. Я... У меня очень много русских друзей, и у меня много друзей, которые имеют с меня выгоду, вот. А в Корее, естественно, корейцы любят выгоду, да? И когда ты дружишь с корейцем, то ты можешь от него иметь какую-то выгоду, и он может от тебя какую-то выгоду иметь, вот. То есть нету такого, что он просто тебя хочет поиметь, а ты ему ничего не дашь. Нет, тут именно вот эта вот взаимосвязь. То есть ты мне хорошо, я тебе хорошо. Вот. Поэтому многие люди это очень из виду упускают. Поэтому у меня, например, есть друзья-врачи, стоматологи, хирурги и прочие-прочие, и для меня это круто. Потому что я могу для них выступать как модель, а они меня могут бесплатно прооперировать, ну, например. Но это не дружба, это деловые отношения. Это деловые отношения, да, но они как бы такие очень теплые. Тут еще пишут. Я еще слышал, что в корейских семьях женщина рассматривается только в качестве прислуги для мужа, а корейский муж просто красивый мужчина, просто красивый. Это скорее понятие, вот как у моего мужа, то есть люди, которым 50-60 лет. Вот. На самом деле в корейском обществе женщина это очень такой тяжелый и важный предмет. То есть вот если так посмотреть, на женщинах все держится. То есть как бы они всегда были хранительницами очага, хранительницами зарплат, которые выхватывают у мужей. То есть как бы вот как жена женщина скажет, так муж и должен сделать. А то, что сюда уже пришли наши жены, да, русские жены начали выходить за корейцев, и корейцы их сразу под нокоть. Это уже как бы такая, знаете, немножко ошибка прострации, что люди подумали, что так нормально. А это на самом деле ненормально. Потому что была бы какая-нибудь другая корейская жена, она бы этому мужу рогадованным давно бы наставила. Да, не то, что мы русские девочки, которые все терпим, которые говорим, да у тебя все получится, все будет классно, не переживай. Корейская жена бы так не стала делать. Она бы давным-давно ему все космы поводирала. Ух ты, там такие женщины? Они вообще работают или сидят дома? Работают здесь. Здесь обычно женщина и мужчина работают 50 на 50. И также мужчина может находиться в декрете. Ну, то есть если жена, например, если жена зарабатывает больше, чем мужчина, когда она рожает ребенка, она может сразу идти на работу, а муж может остаться в декрете. Ну, то есть воспитывать ее ребенка. Здорово. Это очень... Прогрессивно. Ну, да. Скажите, еще какие вот есть разницы, например, в образовании? Хорошее образование в Корее? Образование хорошее, но здесь очень большая гонка, очень большая конкуренция. Вот. Мне само образование нравится, школьное, там, например, как преподают, как преподносят, чему учат. Оно дорогое? Учат. Оно дорогое образование? Образование довольно-таки дорогое, да. И когда ты ходишь в школу, этого недостаточно. Просто ходить в университет, этого тоже недостаточно. Абсолютно все дети, они помимо школы посещают 150 всяких кружков, и когда ходят в университет, посещают еще 150 различных учреждений, которые повышают их квалификацию. Вот, то есть денег уходит, допустим, в год порядка 100 тысяч долларов, где-то, ну, если прочитать, на трех детей. Ну, если это на трех детей. Это старшие дети, когда университеты идут, вот эти вот хаконы, ну, какие-то образовательные учреждения. Очень дорого, да. А работу найти легко потом? Рабочих мест очень много, но, опять-таки, большая конкуренция. То есть если человек ищет работу, он там выйдет на какую-то ставку, начнет работать на этом месте, он держится за это место. То есть если он слетит с этого места, ему уже на следующую работу устроиться будет сложновато. Потому что там уже будут раскопки. Почему уволился? Почему уволили? Да, там сколько проработал? Какая квалификация? То есть вообще взять свое рабочее место здесь довольно-таки сложно. Понятно. Скажите, а кухня вкусная корейская? И правда ли... Я задам вот совсем такой обывательский вопрос. Правда ли, что там едят собак? Кухня на самом деле очень вкусная. Ну, вот я когда приехала в Корею, получается, я перешла полностью на корейское питание, да. То есть кушала в основном такую домашнюю корейскую кухню. А это что? Расскажите, это что такое домашняя корейская кухня? Ну, это в основном состоит из риса, потом супа и какие-то 5 или там 3-5 салатиков. Это могут быть либо вареные какие-то овощи, либо мясо жарено, либо рыба и прочее. Вот. То есть как бы такая вся растительная, да, но и мясо в рационе присутствует практически каждый день. Вот. И естся не как у нас, там, первое, второе, третье, а естся всё вместе. То есть рис с супом, суп с рисом и сразу туда же салаты. Вот. То есть корейцы любят это есть всё вместе. Ещё чаем запивать. Вот. Но это уже по-русски. Но это острая, наверное, пища, да? Знаете, не вся корейская кухня острая. Есть острые блюда, есть не острые блюда. И часто у людей такие стереотипные понимания, что корейская кухня вся острая. На самом деле здесь просто большое количество блюд, которые вообще не острые и очень подходят для русского человека. Ну, то есть по-русскому. Ну и про... Вы не ответили про собак. Про собак. На самом деле едят собак, едят в специальных, специализированных, можно так сказать, ресторане. Это называется пищевая собака. Обычно, по-моему, вот я сейчас не вспомню, как это... Короче, специальная пищевая собака называется, жёлтая, жёлтая корейская собака. Вот такая жёлтая, простая собачечка, похожа... Это вот такая с синим языком, такая пушистая с синим языком? Нет-нет, она немножко по-другому выглядит. Она больше похожа как на дворняжку, только она немного такая желторыжеватая. Вот. Ну, такая непримечательная, простая собачка. Вот. Но их едят в специализированных ресторанах. На самом деле мясо собаки, ну, такое дороговатое, да. Вот. И так как уже новое поколение, оно уже ступило лет 10 назад на эту землю, очень многие корейцы начали против этой культуры выступать. То есть они прям летом делают различные митинги по тому, чтобы закрывались эти рестораны, по тому, чтобы вылавливали этих людей, которые выращивают вот таких вот пищевых собак. Вот. Плюс вообще выращивание пищевых собак незаконное. То есть если полиция узнает, если найдёт, они этого человека арестовывают, всех собак отправляют в приюты. Ну, в приютах, я честно скажу, там их ждёт тоже не очень хорошая участь. Через несколько недель их могут просто-напросто усыпить, если их никто не возьмёт. Ой, как печально. Ясно. Ну, скажите, а вот отношения между соседями, вы можете пойти там к соседу и там соль попросить, или пригласить чай выпить? Ну, вот как в России? Ну, вот честно сказать, я вот такой человек, да, а муж, он не такой человек был. Ну, то есть когда я, например, пекла дома, я готовила торты, делала всякие там пирожные и прочее, и у меня была привычка раздать всё соседям. Ну, то есть как бы я ходила по соседям, угощала, да, а муж, он как бы говорил, а зачем ты, типа, соседям всё раздаёшь? Ну, как бы, мы же их не знаем. Ну, у них не принято, там, они не принято, да, так дружить? Ну, вот сейчас не принято. Раньше он говорит, что раньше было более как-то так, как община. Соседи друг друга знали, там, друг к другу в гости ходили. Сейчас же стало более всё как-то закрытое. Даже бывает такое, что соседи с друг другом могут не здороваться. Причём это очень плохой показатель сейчас для Кореи. Вот, потому что у них, ну, очень большая развитая вот эта вот вежливость. Скажите, пожалуйста, а насколько кастовое общество корейское? Многие люди говорят, что мало сейчас каст, но на самом деле очень сильно кастовое общество. То есть богачи общаются только с богачами, а бедные люди, там, ну, как бы, со своими, там, да. То есть, например, даже если семья, если в семье есть какие-то, там, богатые сёстры, богатые братья, то они общаются вот только своим кругом, вот, если у какого-то, там, брата или сестры, там, ну, плохо в жизни, там, какие-то постоянные долги, проблемы, там, они стараются с ним не общаться, лишь пользоваться им, когда им нужно, вот. Ну, то есть, как бы, через наш, через нашу семью я такое тоже наблюдала, вот. То есть никакое, ну, я даже не это имела в виду, кастовость, ну, знаете, как в Индии, там есть люди высшие касты, там низшие, там... Ну, здесь вот самой касты нету просто, да, да, самой касты нету просто именно людское понимание. Они очень сильно отделят людей, ну, как бы, встречают по одёжке, то есть, например, если ты идёшь устраиваться на работу, на тебя смотрят, как ты одет, с какой сумкой брендовой ты к ним пришёл, вот. Владеешь ли ты иностранными языками, даже если эти иностранные языки на твоём рабочем месте не нужны. Вот, то есть, как бы, к этому, ну, большое внимание они уделяют. Присматриваются. Вот тут пишут, смотри, фильм «Паразиты». Я тоже посмотрела его, там, по-моему, год назад или два, на меня он произвёл очень большое впечатление. Вообще такое впечатление, что корейская культура захватывает мир. Мы с друзьями по воскресеньям смотрим корейское кино. Большим удовольствием. Есть корейские бренды, которые тоже сейчас все за ними гоняются. Например, косметика корейская. Вот скажите, она действительно, это чудо-косметика или это хороший пиар? На самом деле и чудо, и хороший пиар. То есть, на наши русские рынки попадает очень много масс-маркета и очень много той косметики, о которой сами корейцы даже не знают. Например, некогда распиаренная какая-то косметика, которую пиарили, ну, прям все звёзды. Я не помню, как она называлась, вот, там какая-то с нанотехнологиями, то, что она заменяет пластическую хирургию и прочее-прочее. Все её пиарили, там даже, помню, Лолита Милявская её рекламировала, да? Вот, и у меня сёстры уже там все ко мне собрались, а Дусь, 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 что там за косметика? Ну-ка, расскажи, покажи. А я начала проверять её у нас в Корее. Нет. Корейцы даже не знают о такой косметике. Она делается... Она делается только для России, потому что корейцы такое не купят. Почему? Корейцы покупают только то, что проверено временем, те бренды, которые на рынке уже более десяти лет, допустим. Вот, и то, что пиарят именно их звёзды. Ну, на ваш взгляд, она действительно хорошая? Стоит её там заказывать? Ну, сейчас сложно из-за... Многие бренды, да, многие бренды, которые на рынке более десяти лет, они действительно хорошие. То есть они завоевали свою любовь у многих женщин и в России, и в Китае, и во Франции, зная, что француженки любят корейскую косметику, нежели свою французскую, да? Которая тоже, как бы, не уступает. Вот, и многие бренды, такие как CosRX, Manio, History of Who, Misha та же самая. Все называют её масс-маркетом, и да, Misha очень много здесь, в Корее, этих магазинов. Но она действительно хорошая. То есть, как бы, даже я сама пользуюсь этой корейской косметикой. И она практически не уступает тем брендам, которые мы знали всю жизнь, там, типа, как L'Oreal, Max Factor и прочее. Ух ты, ух ты, замахнулись. Да, интересно. Скажите, а вот тут вот пишут про пластическую хирургию. Насколько она развита в Корее? Пластическая хирургия, ну, по факту, в Корее самая лучшая, одна из самых лучших. Здесь делают носы, сисии, глаза лучше, чем в Турции, как говорят. Ну, то есть, реально очень хорошо делают, особенно пластика носа и блефоропластика, пластика двойного века. Вот, плюс пластика челюстно-лицевая, её делают прямо на высшем уровне. Вот, и многие-многие люди, не только с России, но и с Запада едут, едут, приезжают сюда, русский забывается, приезжают сюда именно на пластику, вот, в этом плане. А вот следующий вопрос. Как можно приехать? Это визу делаешь или есть какое-то медицинское? Вот я знаю, в Израиле есть там медицинская виза. Ты едешь лечиться. А в Корее, если кто-то захочет сделать пластическую операцию, во-первых, сколько это стоит? Тоже медицинское. Есть тоже. Ну, это нужно сделать заказ в определённую больницу, они выдают приглашение, по приглашению делается виза. И, допустим, операция на нос. Так, я сама лично не делала, но может обойтись где-то порядка, если иностранец приезжает, где-то порядка от трёх-шести тысяч долларов. Ну, это не так дорого по нашим временам. Ну, как бы нос обычно люди переделывают. То есть, обычно один раз делают, им не понравится, и они делают где-то до двух-трёх раз. То есть, операция на нос, она такая. И глаза, наверное. А что, это правда, что делают в Корее более европейские глаза, да? Да, да. Ну, то есть, кореянкам не очень нравится их века азиатской формы, да, и они, получается, верхний слой вот этот вот срезают и как-то вот подшивают, и у них становится такой вырез. Здесь ещё они что-то там срезают, у них такой становится вырез, как будто бы европейский глаз. Ну, от этого они более европее не становятся, но они более, так, знаете, начинают походить на метисов. Вот. Ну, считается, что метисы здесь самые красивые, больше красивые даже, чем европейцы. Вот. И поэтому, когда делают такие веки, то, ну, как бы это вообще сразу можно заметить, кто прооперирован, кто нет. Да ладно, значит, это плохая операция, если сразу можно заметить. Нет, здесь просто очень много их. Просто уже люди привыкли, кто оперировался, кто не оперировался. Это, то есть там не то, что швы видны, просто лица становятся, ну, очень сильно похожи, как будто их всех резал один и тот хирург. У них мода, какая-то мода одна, да. Ну, это как у нас носики, утины одинаковые, губы на пельмени похожи больше. Вот как будто вышли из-под одной инкубатор, да? Да. Скажите, а что касается мода, хороший ли у вас шопинг, как люди одеваются? Насчет моды здесь Корея, она очень развита, просто вообще классная мода. Мне нравится сама корейская, вот эта вот линия одежды, которую они шьют. Я не знаю, правда, кто там шьет, китаянки или на их фабриках, или сами корейцы, да, но зачастую, да, даже если это корейская фабрика, там сидят китайцы. Вот, потому что корейцы не будут работать на фабриках, вот, они более как такие белоручки. И брендов очень много, брендов столько же много, как и косметики, да, то есть вот начислено где-то более тысячи брендов и косметики, и одежды. Там чуть ли не у каждого свой бренд. Вообще в Корее очень легко создать свой бренд, выпустить свою линию чего-либо, да, то есть главное иметь хорошую сумму денег и предприятия. Вот, и одежда, сама мода, она идёт, можно так сказать, впереди планеты всей. То есть когда у нас это входит в моду, это в России появляется только через полгода. То есть у нас... Да, вы что? Ну, например, например. Ну, например. Что у вас сейчас такое модное, что мы увидим через какое-то время? Например, сказать не могу, потому что я не слежу за этой модой. Ну, как бы я не очень модный человек. Меня, кстати, в этом уличают подруги, что ты живёшь в такой модной стране. О, понятно. Слушайте, но вы теперь, наверное, девушка на выданье опять, вы же уже развелись, вам теперь уже можно находиться. Нет, дело в том, что я ещё в разводе, ну, в смысле мы ещё разводимся, вот у нас сейчас дело это разбирательство, кому достанутся дети. Вот, я, конечно же, хочу вложить кучу сил и энергии, чтобы дети остались со мной, потому что я вижу, что я им нужна. Ну, конечно. Да, и... В общем, пока сидите дома. Ну, как бы не то, чтобы дома. Мне не хочется пока что связывать вообще ни с кем отношения, потому что от этих отношений за 12 лет я получала, ну, можно сказать, только негатив. Вот, то есть, как бы хорошие стороны тоже были, но негатива было слишком много. То есть, я как бы, можно так сказать, мне хватило. То есть, вы... У меня такое ощущение, что вы где-то живёте в эмиграции во внутренней. То есть, вы общаетесь только с русскоговорящими. Вы не ходите, особенно, я так понимаю, в театр вы не ходите, вы особенно в кино, там, на дискотеке не ходите. Ну, понятно, у вас там трое детей, ну, и тем не менее, то есть, такое ощущение, что вы не вжились, да? Или я ошибаюсь в Корее? Я больше, как бы, в плане, именно, ну, как бы, социальности. То есть, например, да, творческая и прочая тема, там, как театры, кино, дискотеки, это для меня, как бы, ну, немножко потерянный мир, да, то есть, уже прошло оно всё. Вот, я не успела в эту лодку запрыгнуть, а я больше именно в социальности. То есть, я много работала в больницах, много работала в церкви, и общаясь и с корейцами, и также с эмигрантами, я, можно сказать, именно вот эту вот сферу черпала. Вот, то есть, как бы, общение с корейцами у меня было. Но у меня всегда, просто, общение с корейцами именно с высокопоставленными лицами, то есть, это либо доктора, либо профессора, либо учителя, то есть, простых, как бы, друзей корейцев у меня практически нет. Понятно. А ваши дети дружат с корейцами, или они тоже в русскоговорящей общине живут? У детей все друзья практически корейцы, русских у нас очень мало. Ну, в смысле, именно друзей кто? Потому что далеко друг от друга живем. Понятно. А вот дети корейские могут прийти к вам в гости? Такое вы практикуете? Приглашаете? Там остаться ночевать? На ночевку, на ночевку это надо, конечно же, с родителями договариваться, но такое есть. Разумеется. И вы своих детей тоже отправите там играть, или ночевать в корейскую семью? Играть можно, но ночевать мы еще такого не практиковали. А вот тут интересуется, а корейские бабушки, они такие, как наши? Они могут посидеть с внуками, приготовить вкусняшки? Ну, не все. Не все бабушки. Вот, например, наша бабушка, она очень хорошо готовила кушать детям всегда. Вот. Ну, как бы мне помогала постоянно готовить, там что-нибудь отошлет, вот, в этом плане. Но посидеть с ребенком, это не про нее. Вот я за 12 лет, 11 из них, я никогда не просила маму сидеть с детьми. То есть она никогда не сидела с моими детьми. А если бы попросили? Был такой случай, я ее попросила, когда я поехала ржать третьего ребенка. И что? На следующий день, когда я родила, она скинула на меня всех детей и уехала к себе в больницу, так как у нее по субботам обычно она ездит в больницу, ну, как у всех корейских бабушек. Вот. И я, собственно, в палате лежала там с это, с эпизиотомией и вокруг меня скачущие мои два ребенка. Невероятно. Невероятно. А ваш муж? Он не мог сказать мама? Муж и тем временем... Ну, он, он тоже груш объелся в тот момент, он поехал какие-то документы делать. Я ему потом, конечно, стучала и сказала, почему какие-то документы важнее, чем мое здоровье. Потому что мои дети стали, у нас была отдельная палата, мои дети стали драться за пульт, не на жизнь, а не на смерть, а я тут лежу вот такая вся, я вам сейчас покажу, перестаньте драться. То есть это был для меня шок, что мама вот так поступила. Невероятно. На каком языке вы говорите с детьми? Чаще всего на корейском, но сейчас уже стали переходить на русский. Да, ну вы уже освоили корейский язык, у тебя хорошо, да? Да, просто некоторое время, когда у нас дочка, получается, проходила лечение глобальное, врач мне сказал, чтобы я говорила с ней сначала на корейском, потом только добавляла русский язык. Ну, потому что, как бы, она может плохо говорить на двух языках, вот. Ну, и я, как бы, послушалась врача и стала говорить с ней на корейском. А потом я упустила тот момент, когда нужно было подключить русский, а там уже второй ребенок родился. И я, собственно, разрывалась. С кем мне говорить по-русски, с кем по-корейски, я просто говорила по-корейски. Понятно. Слушайте, тут клевещут на корейских бабушек. Говорят, корейские бабушки сидят с детьми только за деньги. Это вот я могу себе представить. Это как вот я приду к свекрови, которая выносила, выходила, вырастила мою дочку, и начну предлагать тебе, Людмила Петровна, вот вам тысяча рублей. Не могли бы вы сегодня вечером посидеть? Это вот так? Честно сказать, это не так. Это как бы, типа, как детей сбрасывают на бабушку-дедушку, а потом, когда забирают, они могут дать родителям либо денежку там в конверте, типа, ой, мам, на тебе. Вот, либо подкупить ее каким-нибудь подарком, там, например, корзина там с хорошими фруктами или с хорошим мясом, мраморной говядиной там какой-нибудь. Ух ты, ничего себе, подкупить. Красиво. Ну, здесь нормально так подкупают. Ну, смотрите, мы все выросли, те, кто, вот я моего возраста, в Советском Союзе, мы все жили в одной квартире. Бабушка, мама, дети. А в Корее принято, вот все в три поколения вместе живут? Есть такие дома, но это обычно богатые дома. Ну, то есть, когда место позволяет. Это коттедж, например, и там живут прям три поколения. А, понятно. У нас-то жили по другой причине, как раз. Да, 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 да. Здесь совершенно по другой, да. Интересно. Правда ли, что корейцы очень с большим уважением относятся к старикам? Правда, но в последнее время стала такая тенденция, что не все то старик, который старым пахнет, да. И стали люди уже более так отодвигать эту планку. То есть, если раньше прям вот старику и слово не скажи, вот прям слово там матери или отца закон, то сейчас уже более-менее они стали это как-то, ну, немножко пренебрегать. Вот, даже бывало такое, что показывали в новостях, как человек пьяный был за рулем, потом какой-то инцидент случился, таксист вышел, а таксист был дедушка, и дедушка начал орать на этого за рулем пьяного мужчину, а мужчина вышел и просто начал его избивать, что в Корее было просто шок. Вот, ну, потому что это был дедушка-таксист. Вот, то есть, как бы поднимать руку на старика, это вообще ужасный позор. Правда ли, что на работе могут, ну, если будут рассматривать кандидатуру двух человек, и могут выбрать более старого, чем более молодого? Нет, не всегда правда. Потому что у молодого больше перспектив, и он быстрее обучаем, и он, как бы, он работает быстрее. Старый человек в этом плане, ему больше объяснять нужно. У него болячки всякие могут начаться, да, то есть у него страховки там и прочее. Скажите, а в каком возрасте примерно женится? Я понимаю, что каждый раз по-разному, ну, в принципе, когда женится в Корее? Мужчина где-то от 33 и выше, женщина от 25 и выше. Ага, ну, как у нас. Скажите, охотно расписываются? Или, как теперь модно на Западе, говорят, ну, мы хотим вначале пожить, проверить свои чувства? Вообще расписываются охотно, потому что здесь, как бы, тоже, ну, не принято жить вместе до свадьбы. Даже есть такое, что если узнают, что вы живёте до свадьбы вместе, когда вы идёте подавать в ЗАГС, с вас могут снять штраф. То, что вы до свадьбы жили вместе. Как это? Да вы что? Такое, да. А как они узнают? Могут кто-то сказать. Но обычно никто не говорит, обычно просто сами, да, мы жили вместе, вот сейчас штраф заплатим и всё. Вот, могут взять штраф за ребёнка, то, что сделали ребёнка вне браке. Вот, потом ещё экспертизу делать на то, кому принадлежит ребёнок. То есть на словах это так просто не сказать. Ну, то есть вот я с этим жила, ребёнка родила. А не случайно ещё там полиция нравов не проверяет надежность девушек? Насчёт этого не знаю пока. Но там начинают жить до свадьбы? Да. Не имеют в сексуальные отношения вступать? Да, много, много кто так живёт. Это нормально, да? Много живёт, только они все прикрываются, типа, мы ни-ни. Ну, они как бы скрывают там от родителей и так далее. Но родители-то ставят, да? Родители бдят. Здесь вообще как бы без родительского согласия брак не оформить. Ну, то есть как бы оформить можно, если мать с отцом против, в принципе, ребёнок не пойдёт против них. Здесь очень уважают своих родителей. Ну, слушайте, на этой ноте, хорошей о том, что уважают своих родителей, я, наверное, закончу своим вопросом, потому что час пролетел вообще как одна минута. Спасибо вам. Такой интересный рассказ. Я хочу пожелать вам всего самого доброго. У вас и так всё сработает хорошо. Дай бог у вас развод хорошо закончится, дети останутся с вами, а вы останетесь в хороших отношениях с мужем. И со своей кровью. Всё-таки. Вот. И встретитесь. Ну, подождите, а может быть она после развода поймёт, что потеряла такую, такую вообще девчину. Это не про корейских свекровок. Они после развода кости только моют. Так, они, может быть, и моют, но внуков ещё никто не отменял. Ну да. Вы ей скажите, бабушка, будете выпендриваться, вам стакан внук не принесёт с водой через много-много лет. Вот. Так что, Ибдокиев, всего самого доброго, удачи и спасибо за эфир. А, друзья, если вам понравилось, пожалуйста, подписывайтесь на наш, на мой сайт, там ставьте лайки. И, конечно же, идите на сайт Ибдокиев, потому что там столько всего интересного о Южной Корее. Всего доброго. До свидания.